Приветствую вас, дорогие отцы, братья и сестры, в этом гостеприимном храме благоверного князя Александра Невского и с прошедшим днем святой великомученицы Екатерины, премудрой Христовой невесты, покровительницы истинного знания, любомудрия и философии. Таково ее почитали христиане раннего Средневековья и на Востоке, и на Западе. И мы с вами в преддверии екатеринских чтений сегодня встречаемся, чтобы поговорить на мирную, может быть, немножко, на первый взгляд, отвлеченную от злободневности тему, озаглавленную «Язык мой, друг мой». Из этой темы явствует, что наша непосредственная задача, равно как и цель каждого из нас в ходе его краткого земного жития-бытия, соделать этот гибкий, бескостный член человеческого тела «Созидательным орудием воли Божьей». Никакому другому органу телесному Священное Писание в совокупности книг Ветхого и Нового Заветов не уделяло только «Внимание». И понятно, почему. Наши уста, наш язык чудесным образом служат к образованию, произнесению слышимого слова. Духовная невидимая и нетленная мысль, порождаемая в недрах человеческого ума, ищет воплощение и облекается в слово посредством звуков или букв, письмен. Многие высокие умы, размышлявшие об этой тайне, видели в ней, хотя и бледное, но все-таки поразительно глубокое подобие самой тайне Бога воплощения. И находили в нашей словесной способности в самом даре речи, членораздельной и разумной, даре, которым почтил нас Творец преимущественно перед прочими живыми существами, видели указание на тайну Троицы. Действительно безвидный ум присущий всякому из нас всегда изводит из себя мысль и не существует без нее, так же, как она мысль без ума порождающего ее. Ум рождает мысль бесстрастно, безвидно, в этом не принимает участие никакое грубое похотение, это действительно таинственное духовное рождение. Мысль же сосуществующие уму становится словом. Слово есть мысль воплощенная. И каждому из наших слов и самой мысли соприсутствует духовная сила, пронизывающая и мысль, и слово. эта сила исходит от ума и почивает на нашем слове. Всякий без труда слыша эти слова возводит свой ум к богооткровенному догмату истине о сокровенной божественной жизни Троицы. Слыша это мы понимаем почему Спаситель так строг во всем что касается человеческого слова предупреждает нас о великой ответственности за неумелое а особенно небрежное не говорим кощунственное использование этого дара. истинно говорю вам это выражение Священного Писания сродни клятвы оно свидетельствует о непреложности Божьего предупреждения и о крайней степени внимания тех кому предупреждение обращено до каждой правдной слова дадут человеческой отчет в день суда еще в Ветхом Завете Бог получал пророка от словес своих оправдайтесь и осудитесь вот почему язык это действительно член судьбоносный так сказать от него зависит впрямую наше спасение и наша погибель парадокс такой малый и неприметный член его и не увидишь без особых тому усилий однако он может привлечь на себя всю силу ада может стать площадкой на которой свой вакхический танец исполняет падшие духи смеясь над погибелью многоговорливого не заботящегося славить устами своими Бога во всяком случае святой Иоанн Яков апостол говорит что наш язык таинственным образом связан гиеной огненной ею он бывает воспламеняем и если наше слово становится горючим веществом посредством которого гиенский огонь брыжущий из недр преисподней начинает гореть у нас в сердце и в устах то от языка свидетельствует апостол воспаляется весь круг нашей жизни то что священное писание называет коловращением бытия оказывается что человек может быть смертоносным существом из уст которого равно как из очей может изливаться лава брызгать пламя убивающее все живое и священное писание действительно тому дает свидетельство говоря прежде о силе демонической которая выходя на поверхность земли богом попущенные времена отравляет все вокруг себя расклевающей разрушительной энергией таков и человек ставший проводником демонов посредством вот этого то языка малый член однако укротить его редко кто может удивляется святой Иаков легче человеком удается обуздывать коней этих сильных и красивых животных сил которых много превышает нашу немощь легче направлять огромные корабли посредством штурвала в нужную сторону а вот язык укротить никто не может тот же кто совладал им садил его своим другом и другом нравственному божественному закону такой и все тело может поработить заповедям такой человек близок к нравственному совершенству эти свидетельства священного писания говорят о том что воистину для жизни духовной нет и в самой этой жизни нет пустяков нет ничего малозначимого нет ничего что может сойти с рук и остаться без следа и не быть востребованным от словес наших мы либо оправдимся либо осудимся вот почему в деле обуздания нашего языка склонение его на сторону добра так что он был нашим союзником а не наветником ходатаем нашего спасения а не провокатором и предателем губящим нас требуется внимание непрестанное внимание ума к порождаемой им мысли непрестанное внимание ума к нашему слову к умению возвешивать нравственную силу каждого слова прежде чем оно сойдет с наших уст безвозвратно и начнет сеять свои семена и собирать свои плоды либо разрушительные либо благие и добрые и поэтому прежде чем рассуждать о достоинствах нашей родной речи и говорить о том как с помощью человеческого слова умягчать сердца назидать малых наших чад конечно еще несколько должно поразмышлять о даре слова о речи о внутреннем слове острием обращенном к нам самим действительно все подмечают что гораздо легче усвоить некий благой навык внешнего поведения выработать для себя свод неких правил которые нужно стараться соблюдать и не нарушать легче явить себя благочестивым совне человеком чем навести порядок в епархии собственного сердца прежде чем наш внутренний мир из хаоса станет космосом чем-то оформленным по закону разума порядка и красоты святой Иоанн Лесточник говорит что никто не может связать безвидную нетленную мысль самый ум православные аскеты называли хищной птицей которая летает там где хочет и залетает туда куда не надо во всяком случае на примере хирувима бывшего печатью совершенства божьего и ходившего среди огнистых камней мы видим что его погубил умственный грех грех ума мысль переразившаяся его сознанию и удержанная в его недрах почему и святые отцы почитали грех мысли мысли противной божественной истине божественному смирению и любви мысли усвоенной человеком вполне ставшей его внутренним достоянием этот грех святые отцы почитали самым опасным и самым тяжким и трудным когда речь идет об исправлении нашей природы и так взор наш должен быть обращен всегда и везде внутрь нас самих и может быть все внешние правила благоповедения благочестивый порядок жизни для нас православных христиан ищущих спасение заключается в том чтобы быть людьми одновременно и внешними и внутренними или как говорят психологи и экстравертами и интровертами мы живем среди шумного мира мы исполняем множество обязанностей обусловленными кровными дружескими служебными узами мы непрестанно наблюдаем за этим миром который грозит нам опасностями он не любит и смеется над ротозеями сонями расслабленными людьми мы должны правильно строить взаимные отношения и служа ближним по заповеди возлюбления их должны отдавать им подчас полноту наших душевных сил а значит и внимание к их нуждам вместе с тем никто и ничто не освобождает христианина от самой главной обязанности вместе потребности его духа копания собственного огорода или как сказал бог адаму в раю делание и сохранение внутреннего сердечного рая особенно это важно после того как древний змей низвержный с неба на землю великой ярости скитается по земле ползая своим чревом по ней и в мгновение ока обходит и облетает все народы как хищная змея которая пользу ползает по птичьим гнездам и выкрадывает яйца в отсутствие родителей уничтожая поедая их памятуя о том такую беспощадную и непрестанную борьбу с нами ведет лукавый и здесь и за гробом мы прежде всего должны быть сторожами собственного сердца внимать себе непрестанно должны иметь око устремленное в глубины нашего сердца ибо оттуда исходящие живота как говорит древний библейский мудрец в люди сыне сердце твое ибо в нем исходящие живота внимание определяет победу или поражение вечный срам или божьи награды и внимание мы называем всегдашнее стояние ума в глубинах нашей собственной души ум при этой добродетели становится херувимом который с огненным мечом обоюдоостром предстоя сердцу находясь во вратах его а врата нашего сердца сопряжены с рассудком с нашим рацио с нашим умением сослагать мысли делать определенные выводы из подмеченных причин вот там-то и должен стоять этот херувим ум наш и отгонять всех непрошенных посетителей всех кто нападает извне на наше сознание мы разумеем под этим вредные и греховные впечатления внешнего мира и что особенно важно нужно еще и подмечать как враг сделав подкоп появляется внутри сердечной крепости и ополчаться со всей силы обрушиваться на помысел который рождается в глубинах испорченного сердца это тайна за семью печатями для невнимательных или ведущих лишь внешним путем потому что именно там в глубинах нашей души в этой бедне падший змей и орудует ловко и хитро иногда неизреченно смешивая свою черную мысль с нашей мыслью рождаемой естеством выдавая свое за наше на что и уловляется бесхитростная недостаточно внимательная и недостаточно опытная душа и становится таким образом заложником в своем собственном доме без вины виноватый оскверняемо будучи этим дыханием сутанинским не выходя за пределы сердечной клетии и так в отношении к самим себе мы должны говорить о слове как о мече обоюдоостром мече разящим невидимых супостатов внутреннее наше слово есть подлинный страж и всякой на опыте убеждается в этом если он принимает от церкви то простое и душеполезное поучение которое и заключается в убеждении всегда призывать невидимого Бога и все множественные все многоразличные разнокачественные мысли рождающиеся непрестанно в нашей душе свести соединить в одну единственную мысль в одно единственное слово к этому нас призывает еще Ветхий Завет говоря о том что Бог создал человека с единой мыслью а тот уклонился после падения во многие помышления вот это единая мысль единое слово есть конечно имя Господа нашего Иисуса Христа это имя и говорит нам о тайне Бога слова и самая первая задача всякого христианина и простеца и мудреца упраздниться от бесконечной чехарды и сумятицы и круговерти и карусели его мыслительной мысленной некоторые говорят интеллектуальной работы сведя ее к одному обращенности к Богу слову через призвание имени Господа Иисуса Христа подробно об этом сегодня может быть мы говорить не будем но скажем применительно к нашей теме о языке и речи о даре словесности человек принявший умом имя Господне то есть приуготовивший для него ложе в уме своем старающийся всегда возвратиться к истокам к самому себе едва лишь высвободится у него минутка миг воспоминает имя Господне произносит это имя с благоговением и трепетом так как и ангелы это делают Иисусе Христе помилуй мя впрочем ангелы словословят Господа а нам поначалу приличествует преподать к нему покаяние человек мало помалу приучающий себя через исполнение внешних церковных правил к этой простоте внутренней жизни и оставляющий правила для того чтобы вновь обратиться к внутреннему слову вновь призвать присущего нам Иисуса Христа находится на верном пути в чем его удостоверяются мои плоды этой простейшей детской молитвы плоды же эти явственные и осязательные для всякого в простоте и незлобии в чистоте и кротости призывающего имя Господня прежде всего это слово как бы мы выразились современным языком дезинфицирует наше сознание всякий знает какова власть навязчивых помыслов и представлений человек не знающий молитвы просто не может победить эту страшную мыслительную силу она придавливает его иногда не дает ему покоя даже ночью в сновидениях мечтаниях иногда в конец запутавшись такой простец даже уже не знает с кем он разговаривает то ли с самим собою то ли с воображаемым собеседником то ли его сознание распадается на эго и альтер эго второе я отсюда недалеко и до болезненного состояния из которого вывести может такого путаника только профессиональный врач то есть он вооружен знанием христианской психологии и психиатрии слово господне очищает внутренний мир души очищая вот всего постороннего и наносного оно я разумею обращение к спасителю нашему низводит глубину души мир познаваемый как покой тишина упразднение всяких ложных и ненужных суетных мыслей что доставляет христианину неизъяснимое и бескорыстное и богоугодное наслаждение как это бывает с тем кто мучился имея в своей ладони многочисленные маленькие занозы или наступившие на морского ежа ступней а потом после нехитрой операции почувствовал как его плоть израненная изнеможденная отдыхает не нося в себе уже никакого даже самомалейшего инородного тела этот мир души знали и знают все кто старается правильно молиться об этом мире души говорил еще премудрый соломон имя твое господи яко миро излиянное действительно когда благоухание этого имени раздается во всех уголках человеческой души когда ум наш бывает простым безвидным и ясным тогда отдыхает человек отдыхает всем своим естеством не только душой но и телом и может быть об этом прекрасно говорит русский поэт иногда его называют поэтом пророком и льется теплая лазурь на отдыхающее поле действительно благодать господня не находя никакой препоны богопротивных мыслях обильно осеняет простеца который бесхитростно со вниманием и благоговением призывает господа своего сказав нечто о внутренней жизни по преданию святой православной церкви как она учит нас всем дружным хором и сонмом святых отцов и современных подвижников благочестия мы с вами теперь обратимся собственно к дару нашего слова к нашей речи которая находится в прямой зависимости безусловно от нашего духовного нравственного состояния некоторые слышат о том что человек призван к скровенной молитве и всегдашнему призыванию Господа Иисуса Христа как бы ежится и пугается как неужели все многообразие моей внутренней жизни сотканы из воспоминаний из каких-то светлых грез из необходимых для деятельного хозяйственного человека прожектов неужели все богатство этих тонов и полутонов будет упразднено ради вот этого спасительного но уж очень аскетичного и непривычного для моего сердца делания не окраду ли я сам себя не уйду ли от всего многообразия жизни не скоплю ли себя духовно если уже не смогу радоваться красоте внешнего мира или оценивать произведения искусства в которых запечатлено то о чем мы и радуемся и скорбим что доставляет нам и утешение и назидание и прочие и прочие опасения высказывают теоретики которые боятся стать практиками в жизни духовной нет конечно нет ибо всматриваясь в иконописные лики святых отцов изучая жизнь жизнеописания подвижников благочестия на срезе 19 и 20 века мы видим что не было людей более богатых душою чем Василий Великий святой 3-4 тысячелетия Иоанн Дамаскин 6-7 столетия 3-4 столетия Иоанн Дамаскин 6 века Святой Симеон Новый Богослов 11 века Григорий Палама 14 века Иоанн Кронштадтский начало 20 века наши замечательные святители новомученики если кто знаком с их жизненным подвигом творениями писаниями священномученик Серафим Звездинский епископ Дмитровский патриарх Московский Тихон и бесчисленные ведомые неведомые церковные истории имена тех кто воплотил в своей внутренней жизни идеал очищения чудес молитву знакомясь с этими дарованиями я не упомянул митрополита Филарета Московского архиепископа Иннокентия Херсонского святителя Феофана святителя Игнатия вот они бы сказали бы нам слово о русском языке и умении пользоваться языком во славу Божью мы поражаемся обилию их познаний широте их умственного кругозора академичности логичности стройности всего того что они оставили в своем письменном наследии даже более воспринимаем их как гигантов мысли и знания себя можем назвать только пигмеями лилипутами наше призвание нынче овладеть хоть в малой мере то тем наследием которые они ради нашего спасения запечатлели при том что из писем святителей мы узнаем что они были в курсе всех литературных новинок они следили за периодикой почитаем только письма епископа Игнатия Бринчанинова как он рассуждает о живописных достоинствах полотен Карла Брилова какие дает советы и размышления касательно религиозной живописи мы видим что это люди высокой культуры до которых трудно дотянуться светскому специалисту его времени равно и последующему и так вернемся к нашим к нашему предмету и скажем что первые очистительные работы когда забаррикадированные мечтаниями воспоминаниями круговертью помыслов сознанию мало-помалу начинает разъясняться работа сменяющаяся начатком мира и покоя который вкушает христианская душа усердно покаявшись причастившись с благоговением с вниманием читая священные писания предстоя Богу на молитве сменяется новым качественным этапом нашей жизни оказывается что молитва привившиеся человеку есть подлинно горчичные семя горчичные семя дающие рост древу на первый взгляд совершенно малому и незаметному а с течением времени становящемуся древом благосенно лиственным древом многоплодовитым как говорится об этом в Акафисте Пресвятой Богородице высвобожденное из-под мыслительных завалов сознания сокрывшее в недрах своих Слово Божье становится способным к плодоношению об этом плодоношении богоугодным и правильным говорит книга Бытия именно поискование Моисея о сотворении мира я не буду подробно сейчас об этом рассказывать у святителя Филарета Московского желающие найдут замечательные нравственные истолкования сотворения мира но только та самая травка зеленая которая появилась в третий день творения а затем и солнце ясное осветившее небосвод наконец птицы пернатые высоко полетевшие над землей глубоководные рыбы всякое животное сотворенное в шестой день пред человеком и венец создания Адам все это помимо реальности исторической указание на внутреннюю жизнь христианина где мало-помалу возревает и спеет жизнь во Христе так как она открывается относительно чистому ум и сердцу человек получает способность мыслить просто и созидательно не обладаемый чуждыми помыслами зная как крестом и молитву отогнать навязчивые образы стяжав тишину и покой христианин вперяет свой ум одновременно и внутрь самого себя и исследует предметы видимого мира хотя главный предмет его внимания Бог призываемый им внимательным умом и сердцем подробно о том как исследовать чистым умом предметы видимого мира как составлять адекватные правильные а не ложные суждения об этих предметах как формировать деятельность чуждые притыкания говорят аскетические книги особенно прекрасно и ясно об этом говорит преподобный Никодим Святогорец в своей книге невидимая брань там желающие найдут замечательные ясные рассуждения о георита то есть жителе Святой горы о том как чистым умом мы должны исследовать открывающееся нам земное поприще ни от чего не отвращаясь если это не откровенные картины соблазна и ни к чему не прилипляясь избегая преждевременных симпатий и антипатий молитвенная сила ума когда мы размышляем над событием над каким-то поступком который надлежит или не надлежит нам сделать когда оцениваем но не осуживаем человека вступающим с нами в общении когда размышляем над значением слов а ведь часто слова по видимости мед а по существу лед молитвенные силы ума получает от господа способность проникать ну так говорят преуспевший в суть самого явления ощупывая предмет не прельщаться конфертной оберткой но так сказать исследовать сердцевину следовательно для христианина свойственные по необходимости должны быть покуда он не взойдет к совершенству крайняя неторопливость впрочем чуждые медлительности и флегматичности которые проистекают от расслабленности и инертности внутренней жизни а вот умение семь раз отмерить и один раз отрезать умение держаться а потом сказав слово крепиться это действительно признак зрелого ума между прочим по этой самой причине христианин не бывает категоричен в своих оценках он далек от юношеской привычки рубить с плеча не саблей а и топором он не спешит выносить резкий окончательный суд зная насколько таинтана жизнь насколько глубоко человеческое сердце когда мы говорим о ближнем вместе с русским народом чужая душа потемка потемки насколько слова и действия наших ближних часто бывают далеки от их истинных намерений так что мудрый христианин не спешит ни соблазняться ни возмущаться с иронией слушает он слова поэта о светском деятеле кипит наш разум возмущенный нет ум наш должен быть холоден а сердце теплом говорят что внутренней жизнь соответствует некой антитезе лед и пламя в уме должно быть хладно прохладно сердце же согретое жалованием состраданием вниманием к людям в сочетании с умом который трезво судит обязательно по наитию разгадает ту или иную закатку отопрет тот или иной замок и постарается постигнуть явление отчасти конечно именно так как этого хочет Бог все это конечно некоторый идеал и внутренней жизни и нашего общения с внешним миром и очевидно что никто я по крайней мере этому идеалу не соответствую но размышлять об этом полезно и приятно потому что это есть некая нравственная программа самоориентации путь по которому каждый из нас должен идти ну а теперь обратимся во второй части моего слова непосредственно к предмету речи ибо когда мы говорим о языке тогда подразумеваем общение друг с другом не только с Господом видящим тайное наше слово но и с человеком с которым мы вступаем в общение посредством языка чем отличаются светские витии ораторы те кто за словом не лезет в карман те кто на возражение тотчас дают свои два светские публицисты галопом по Европам скачущие в обозрении внешнего мира вот серьезного православного христианина это отличие уже апостолом Павлом определено наши силы говорит он не в изученных от человеческой мудрости словах не в хитросплетенных филогизмах как бы мы сегодня сказали не в украшении нашей речи цветистыми оборотами и эпитетами но явлении силы духа именно крест для апостола Павла источник этой силы помазавшей обильно его бога вдохновенное слово поэтому умение красно говорить вовсе не необходимый и не первый дар талант и способность святые отцы великие молчальники сказали раз навсегда лучше дела без слов чем слова без дел особенно в наш лукавый и забравшийся век когда произносятся слова самые правильные и самые нужные а дела без всякого смущения этим словам противоречат мы должны воспоминать указания Господа отдел их познайте их некоторые размышляя над этим указанием Господа отмечают не сказал отдел их осудите их но отдел их познайте их то есть разберетесь что почем кто есть кто ибо дела и есть самый красноречивый дела и суть самый красноречивый язык посредством которого человек свидетельствует о тайне своего сердца но при всем при том и слово должно быть дело мы выяснили что слово насыщено духом слово пронизано некой силой слово обладает целительной силой словом и не без него свершается воспитание и образование нравственных качеств подрастающим поколениям если прежде слово идет жизнь взрослого воспитателя слово это оружие подчас смертоносное если оно насыщено энергией зла гордости и лжи о чем красноречиво те же апостолы говорят слово гнило да не исходит из уст ваших но да будет каждое ваше слово приправлено благодатью для нас христиан конечно самое главное это то чем приправлено сдобрено пронизано наше слово убеждаемся что успех проповеди или устного словесного общения зависит конечно же от сердечного посыла намерения от того чем наполнена душа говорящего от избытка сердца глаголит уста человеческие во всяком случае слушатели особенно если это православная аудитория необыкновенно чутки они способны самую суть слова вкусить они по наитию определяют не само значение слов но то расположение сердца откуда эти слова исходят вот почему когда мы общаемся с маленькими мы прежде всего должны быть озабочены тем чтобы наше сердце было всегда согрето любовью но об этом кажется и говорить излишне да и сама природа учит нас бережно деликатно и любовно общаться с малышами но к сожалению суета сует часто приводит к тому что мать изнемогающая от обилия всяких посторонних обязанностей отдергивает малыша и делает ему нужное замечание однако не в том духе и священники знают очень хорошо что если в семье атмосфера наэлектризованную если дедушка и бабушка родители привыкли общаться друг с другом на повышенных тонах то это радиация излучающаяся из уст конечно же прежде всего своей жертвой делает ребенка мы знаем детей вовсе искалеченных таким подходом нелюдским таким словом такие дети напоминают прибитую раз навсегда собачонку которая в виде взрослого ожидает лишь удара керзовым тяжелым сапогом и нарушить эту гармонию детского сердца так легко между тем как возродить душу и сделать ее вновь открытой навстречу Божьему миру дабы она распустила сжатые лепестки и явила красоту соцветия бессмертной души дело уже не человеческое только но Божье нельзя не одобрить тех мам которые нося в очреве дитя под сердцем уже беседует с ребенком православные мамы в этом отношении просто прозорливецы они понимают что дитя несмотря на то что сила умственная в нем еще свита не раскрыта да но и не вышло еще на свет Божий тем не менее питается не только тем что вкушает мать за трапезой но воспринимает все импульсы ее души сам образ мысли матери формирует душу детяти поэтому если мудрая мама может быть не первый раз уже подарившая жизнь своему ребенку зная что такое хорошо и что такое плохо в этот пренатальный период если она утром здоровается со своим малышом если она молитвенно призывает на него благодать если она как-то воркует общается с ним в сокровенности так что ни один глаз человеческий это не слышит то это не бред это не фантазия не мечтательность не сумасшествие священное писание первый учитель наш говорит о том как Иоанн Предтечев громко возгласил услышав приветствие причистой Девы Марии обращенной к его Иоанновой матери и преподобный Сергий был такой же обычный младенец как Иоанн Предтечев однако он при возбуждении от Духа Святого проявлял свое участие в богослужении почему же нам лишать своих младенцев зачатых в венчанном браке освященных причащением святых тайн многократном лишать их вот такой чувствительности и способности воспринимать все и вбирать всеми фибрами так сказать души всеми клеточками своего тела у епископа Игнатия в его книге путь ко спасению пространно говорится о том какое значение имеет интерьер обрамление оснащения жилища для годовалого трехлетнего младенца говорится о том как он черпает благодать через иконы которым тянется и пальчиками и ротиком и лобиком иногда малые дети как мы хорошо знаем без всякой подсказки ходят и бродят по комнате и если ему доступны иконы целуют их одна за другую это вообще признак развитой духовной жизни читаем например в жизни описания знаменитого старца Алексея Засимовского того самого который вытащил жеребий указывающий на патриаршество святейшего Тихона из-под иконы Владимирской Богородицы что он будучи протереем и настоятелем Московского Кремлевского собора никогда не уходил после божественной литургии куда мы обычно спешим на трапезу или по делам прежде чем не обходил весь собор посмотрите сколько икон в Успенском соборе и беседовал с каждой иконой и целовал ее часов не наблюдая вот такой молитвенной детской жизни был этот белый священник еще до монашеских обетов то же самое я немножко отвлекаюсь для пользы дела пишет и о святителе Иоанне Максимовиче в Шанхайском он имел обыкновение пребывать в алтаре после литургии полчаса сорок минут а затем насытив свой дух общением со святыней отправлялся пешком по китайским квартальчикам причащать своих духовных чад и свершать свои чудеса вот и дети конечно же в этом отношении нужно быть особенно бдительными взрослым воспитателем нянечкам и сегодня для многих родителей которые вынуждены нанимать таких нянь проблема как этим няням дать понять о чем можно о чем нельзя говорить когда ребеночек со слюнявчиком на груди кушает кашку действительно глухие и слепые люди чуждые святыни церкви они обсуждают свои личные дела взлет и падение всегда сомнительные говорят на меркантильном языке потребителей и клиентов засоряя уши ребенка ведь это вовсе не безобидная вещь мы священники да и все знают как иногда дети огорошивают своих родителей со взрослой интонацией повторяя как бы машинально не без смысла слова обращения высказывания которые они буквально уловили на лету и между тем как эти слова и выражения вовсе не предназначали для детского уха мне кажется хотя я может быть не имею полного права говорить о воспитании детей мне кажется что не безобидно и само сюсюканье столь распространенное у бабушек действующих конечно по доброму изволению чтобы как-то выразить свой сердечный посыл ибо бабушки вдвойне и втройне любят своих внуков однако читая о гармоничных семьях где вырастали святые по крайней мере люди несгибаемой воли и нравственной силы часто встречаем свидетельства о том как русские отцы и матери сохраняют достоинство родительское не закармливая и не зацеловывая своих малышей говорили по-взрослому говорили обращаясь к ребенку как будто бы он на 10 лет старше но при этом неизменно соблюдали тишину и спокойствие сердца сдабривая даже и строгую речь энергии любви во всяком случае на уроках воскресной школы общаясь с первоклассниками всякий раз убеждаешься когда заведешь с детьми сердечный и серьезный разговор их побуждая конечно благодаря и владея какими-то педагогическими методами высказываться на тему явно не спущенную им авансом дети на удивление раскрывают свои души изрекают слова сами формируя для себя программу нравственную программу будущего и приходится убеждаться в том что их детское сердечко еще вроде бы неразумное еще вроде бы недозревшее до разрешения трудных вопросов благодаря чутью чистоте и благодати глаголит истина поэтому по душе нам конечно более образ Арины Родионовны вот этой бессмертной русской бабушки даже не бабушки а няне которая общаясь со внучком привлекала весь запас которым она владела языковой культуры завораживая малыша и сказкой и какой-то крестьянской трудовой песней конечно колыбельной наверное обращаясь и к пословичному материалу обогащая несказанно того кто повлиял на самые судьбы нашего языка и трудами которого сформирован литературный язык вот буквально недавно мы два дня тому назад беседовали с батюшкой о страшной проблеме не только города Екатеринбурга но и наверное многих городов России говорили о том что сейчас мамашки быстренько разродившись за что им большая благодарность спаси Господи в разуме затем оставляют своих детей в родильном доме замков там нет решеток тоже сбегают попросту говоря даже не удосужись своего младенца снабдить документами без этих первых паспортных данных ни одно ведомственное казенное учреждение такого младенчика не будет ни пользоваться ни пестовать и вот эти безымянные не зафиксированные не запротоколированные младенцы лежат десятками в родильных отделениях или в домах малютки сбивающиеся сбивающиеся с ног нянечки не рискуют брать их на руки потому что тотчас совершается тайна общения тотчас ребенок всем существом тянется к человеческому теплу к жерткой груди и вот эти екатеринбургские маугли лежат устремив фиксированный взгляд в одну точку и заболевают специалисты говорят что младенца которого кормят но с которым не общается ждет угасания и душевное и телесное так уж Господь нас создал чтобы мы непременно проявляли попечение о детях как птицы которые своим теплом должны нагреть яйцо только тогда оно проклюнется страшные конечно картины и дай Бог и дарую владыки Викентию который успевает везде и всюду и формирует добрую армию спасения священства и паству старающуюся выполнить задачу явно превышающий объем и силы и возможности православных людей города но поступать как бы некуда это краткий комментарий важности словесного общения с неразумными детками забираясь дальше по возрастной шкале говоря о нежном возрасте первоклашек о подростковом возрасте конечно наверное главная забота наша состоит в том чтобы профилактическими методами какими-то словесными инъекциями при общении прежде всего к церковной духовной сфере предохранить наших детей от проникновения в их уши и сердца демонической брани сегодня это задача труднейшая поскольку поскольку уже не в подворотнях а в школьных коридорах она слышится не вызывает никакой реакции взрослых людей навеки смирившейся пред этим царством словесного порока трудно еще и потому что тот же самый телевизор в котором можно найти много интересного и полезного в лице своих ведущих дневных или ночных тоже не ставит задачи научить нас правильной хотя бы сорфоэпической или стилистической точки зрения речи между тем как ребенок необыкновенно восприимчив и мы прекрасно знаем схватывает быстрее все дурное чем хорошее во всяком случае легко расстается с хорошим ради дурного которое иногда парадоксальным образом входит в нашу душу я вот вспоминаю себя отроком и вспоминаются эпизоды как счастливые детство мое было счастливым так и явно явно свидетельствующее проникновение лукавого в мое сознание нас было трое у мамы мы были семьей многодетной но тем паче мне посчастливилось разделять всю свою детскую и юношескую жизнь братом близнецом в котором у нас было общим решительно все начиная от мамы до детской до обеда который велился пополам тебе половина и мне половина луна словно репа и звезды фасоль мы пели в школьные годы такую песню и вот семья моя была вся крещена но не просвещена и конечно в шестидесятых годах о церкви вообще разговора не было моя мама еще в юно в раннем детстве воспринимала от своей бабушки святой женщины как я понимаю первые руки закону Божьего но при этом когда бабушка умерла вскоре после войны моя мама всегда учившаяся на отлично такая настоящая русская девушка длинный косой до пят коса у нее до сих пор такая сохранилась посидевшая несколько моя мама посчитала что со смертью бабушки уже больше никогда она не вспомнит и не увидит и не встретит ни молитвы ни иконы ни храма не в том было дело что она разочаровалась нет в ее сердце всегда была искра Божья она всегда болезненно воспринимала всякие кощунственные речи комсомольских вождей сама была комсомолка очень активная деятельная но при этом ей казалось что с бабушкой ушло все безвозвратно это был мир ее детства чистый святой священный как вот у Катерины в драме гроза а вышла замуж и все переменилось одна кабаниха с ее наездами идейными и словесными и вот бабушка ничего нам внукам не дерзала говорить ничего только после ее кончины я нашел просто как в мемуарах пишут ларец из красного дерева в этом ларце нашел икону Христа Спасителя который держит в руке чашу эта икона у меня сейчас в алтаре я настоятель и эта икона прямо у меня в алтаре справа смотрит на меня как всегдашнее напоминание божественной Евхаристии нашел там наши натильные крестики на беленьких бечевочках вот пожалуй и все помню как бабушка однажды болезненно восприняла мое восторженное свидетельство о удивительном человеке перешедшем в нашу школу братья сестры ничего что я об этом заговорил а то все о науке да о риторике это тоже важно пришел к нам в школу я был наверное в шестом седьмом классе и был очень под большим воздействием официальной школы и вообще господствующего духа времени фамилия была чертков говорящая это был один из тех громких отреченцев если знает народ был такой Осипов преподаватель Ленинградской духовной академии человек со страшной судьбой начавший священником окончивший агит пропом и вот этот чертков слава богу священником он не стал видимо по комсомольской путевке засылали таких казачков духовные семинарии но только когда сел он в кресло преподнесел ему нарочито прежде всего он рассказал какие науки владел словом мне казалось я не встречал такого человека раньше какие диковинные экзотические науки он изучал сами эти науки вызывали в душе какой-то непонятный трепет экзогетика вот спроси сейчас первого попавшегося что такое экзогетика но отцы улыбаются они эту экзогетику уже владели ей в полном объеме а так бабушка скажет это что-то божественное исагогика герменевтика греческий латын испанский итальянский в общем мы были сражены на повал еще прежде чем он начал общаться с нами это была английская школа культ знаний определенный хотя атмосфера душноватая и вот этим он рассказал балальную историю как он пришел таки к просвещению как он понял что Бога нет и небо глухо и церковники это всего лишь жадные жрецы которые из-за гнусного прибытка сами не веря в свои действия привлекают народ дабы не остаться без куска хлеба мы слушали его внимательно но как же иначе исагогик латын греческий наверное он знает что говорит и пришел к бабушке бабушка у нас был такой замечательный лектор сегодня да он вот учился в семинарии в академии владел всеми дисциплинами и при этом он нам рассказал что собственно никакого Бога то и нет она посмотрела на меня таким печальным взором но только сейчас я вполне могу оценить что было в этом зоре что было в этих глазах и не сказал он вру или расстрелять его надо или еще что-нибудь знаете как современные мамаши накидываются на малышей за идеями и шатанием кто здесь ел чупа чупс я тебя породил тебя и убью а бабушка ничего такого не сказала она только сказала ты знаешь темочка мне кажется что он не может быть хорошим человеком меня это взбесило да как ты смеешь бабушку наверное я и когда оскорбил даже она больше ничего не сказала вот такая она была по имени любовь помню что и в десятом классе когда это была первая кончина человека родного и близкого во многом подменявшего маму принужденную защищать диссертацию годами чтобы нас прокормить архаровцев и вот бабушка в больнице она умирала очень легко ясно светло радостно даже она вновь стала причащаться исповедоваться в последние может быть десяток лет своей жизни и ее завещание которое она обратила к нам троим внукам состоял из одной фразы но наверное ничего сильнее этой фразы в моей жизни никто не произносил из сродников или близких людей она вот прощаясь с нами мы не были вполне еще готовы осмыслить что происходит она только сказала дорогие мои назвала нас по имени я очень хочу чтобы вы были добрыми людьми или хорошими людьми вот и ее кончина действительно произвела незаметный но переворот во всех нас и в маме и в братьях моих каждый своим путем пришел вот чей дом в церковь куда она нас пыталась а потом уже не пыталась привести благодаря бабушке я возвращаюсь к теме своего слова вскоре буду переходить к ответам на вопросы нам дано было знакомство с литературой классической литературой и думаю что томики Диккенса которые она нам ну не нам а мне подкладывала или я вслед за ней прочитывал домби сын Давид Копперфиль такие книги в общем-то не для детского сознания 10-11 лет это было действительно нечто очень важное для формирования слова для мышления для раскрытия кругозора во всяком случае помню что уже в старших классах не вызывало серьезных трудностей выразить себя выразить свою мысль изъяснить ее между тем как суженный до крайности круг чтения это беда для наших подростков вот или какое-то компьютеризированное воспринятие информации делает человека вкусноязычным гугнивым он не может выразить себя разве только как методом тыка и междометия безусловно нужно как-то исхитряться умудряться и приобщать детей к прекрасному и чистому слову не только церковному но и слову художественному литературному безусловно с разбором под ненавязчивым руководством взрослых в этом есть свои опасности вспомним Татьяну Ларину знаменитую пушкинскую героиню которая очевидно изящно поражала свои мысли но при этом ее сознание было нафантазировано таким было сознание многих девушек дворянского происхождения говоривших по-французски не хуже чем по-русски и воспринимавших жизнь через через вот это романтическое романтический флер и грезы именно поэтому она не разобралась в душевных качествах Онегина старика в юношеских годах и пылала к нему нежной девичьей любовью что составило ее последующую травму от которой она оправилась благодаря Александру Сергеевичу и сегодня безусловно не будешь так уж ослаблять вожжи если твоя дочь 13-14 лет глотает книги ибо можно и уклониться в сторону как-то повредить внутреннему духовному развитию круг чтения дело жизненно важное для православных родителей в теории это прекрасно на деле очень трудно но думаю что здесь многое определяется нашими собственными вкусами ведь ребенок воспринимает родителей как негласный образчик если действительно книга это друг в доме если отец отдыхает раскрыв ту или иную книгу и может еще и поделиться в силу своей мудрости с домашними то такой образ родителя очень привлекательно для ребенка куда более чем болельщика в полосатой майке и в трениках кричащего шайбу шайбу как всегда я немножко заговорился может быть заговорил вас и безусловно ту необъятную тему которая была заявлена до конца не исчерпал может быть я сейчас подведу некоторые итоги дам сам себе некоторые рекомендации затем отвечу на ваши вопросы мы говорили о слове здесь мне хотелось бы наверное добавить что очень часто современные проповедники учителя педагоги родители недооценивают силу незатейливого повествования в духе семейственности в домашней атмосфере развертывающегося обращенного к детям или взрослым недооценивают силу самого этого сказа к сожалению как бы безвозвратно ушла культура каких-то калек перехожих каких-то не имеющих конца духовных стихов когда люди заранее зная развитие сюжетного действия и 40 минут и час слушали повествование о героях народного духа ушло это время когда делились вот в драме гроза можно об этом в немножко выскаженной форме узнать делились богомольцы пилигримы путешественниками дневными или жизненными впечатлениями сейчас все стало до невообразимости куцем невыразительным чуждым экспрессией функциональным и мы недооценим и священники и педагоги и родители ту силу воздействия которая имеет доброе слово рассказ повествование обязательно в спокойном ритме с какой-то доброй иногда сказочной иногда иной интонацией предлагаемой нашим слушателям между тем народ наш изголодался поэтому как в столицах так и в иных городах после всех этих вечеров смеха после этой пулеметной очереди сообщений новостей проверено многократно на опыте если человек неспешно от сердца размышляя сам над тем что он говорит обращает слово к собеседнику и предмет речи даже не так важен лишь бы рассказ был добрый лишь бы он был умощен расположением к человеку приязнью к нему бескорыстным отношением к слушателю но вот приходится мне в разных аудиториях держать слово иногда это тяжелая аудитория стыденчества каких-нибудь технических вузов там видно бутылочка безалкогольного пива там в обнимочку сидят не успевшие одеться по полному чину какие-то влюбленные иногда вас встречают критическим взором с линцой как свойство молодежи но если вы трудитесь в этой области то опыт вам свидетельствует самый лучший способ и образ расположить аудиторию к принятию Божьей благодати даже не избирая высокую догматическую тему не воспоминая какие-то катехизические поучения но предлагая сюжет предлагая рассказ о судьбе человека жившего в далекую эпоху или в нынешнее время именно как рассказ не лишенный может быть какой-то художественной красоты какого-то драматизма ведь сегодня душа слушателей перегружена измождена она не терпит прямой дидактики морали наставлений она нуждается именно в разговоре в собеседовании при том что у нее не должно закрадываться мысли будто ее хотят чему-то научить исправить и призвать к освоению каких-то горизонтов и вот мы священники это хорошо знаем как Божья благодать воздействует иногда чудесно могущественно сам удивляешься только благодаря этому диалогу собеседованию умению рассказать и показать на пальцах объяснить без ярко очерченной выведенной морали в этом смысле я убежден наш литературный русский язык для носителей его хотя бы в потенции для современной молодежи говорящей уже на ином языке это действительно бальзам это врачующее средство это некая словесная добрая стихия которая возбуждает воскрешает в душах подранков одичавших духовно людей совершенно неведомые струны чувствования мысли и намерения ведь все мы связаны друг другом связаны с предыдущими поколениями и как не насилует нас средства информации массовой все таки самосознание русского народа некое ядро его остается неповрежденным соответственно с нас спрос насколько мы можем помочь человеку откинуть эту словешную шелуху эти наносные покровы и дать ему восчувствовать аромат доброго русского слова во всей полноте лексической с с теми значениями которые не входят так сказать в кругозор современного человека ну это может быть немножко специальный разговор он интересен для педагогов но как священник я знаю лучше всего завладеть вниманием детей прикоснуться к их сердцу это приучая их размышлять над каждым словом которое вы пишете на доске ибо наш язык действительно одуховлен он таит в себе много чудес и скажем даже слово молитва если вникнуть в его корень подсказывает нам что это не действие совершаемое устами и перстами это нечто захватывающее все существо человека вот и попросите некоторые вот мы с батюшками обсуждали проблемы общения с подростками один священник некий из нашего храма спрашивал меня почему у него дети убежали из воскресной школы в далеком поселке где-то под Екатеринбургом получил такие добрые возможности вот начал с 15 детей а сейчас 2 с половиной конечно не просто семьи семьи рассорковлены там потихонечку спивается народ лишь небольшое кучка прихожан у него но очевидно потому что нужно учитывать восприятие детей нужно всегда быть интересным всегда возбуждать чистый смысл их сердец и когда ребенок начинает работать и трудиться сам докапывается до сути тогда он напротив будет ждать вновь возможности раскрыть и высказать себя вот я бы например вместо каких-то катехизических формул начал бы с чистой лингвистического словесного упражнения вот молитва вот вы умеете корень выделять как выделяется корень вот дужечкой правильно прекрасно видите какие еще слова вам приходят на ум когда речь идет об молитве дети начинают думать и хотя они не говорят точнее хотя они говорят на каком-то индейском большевистском языке помните Ленина у нас один ответ ревизионистам морду вот такой у него стиль был резкий акваратора он рубил руками вытягивало кто за гилетку хватался особый у него стиль был общение с аудиторией и вот дети начинают думать и скажут вам зов зов мольба просьба кто-то скажет крик кто-то скажет писк в общем развивая языковое сознание мы действительно неоценимую службу и самому то бывает очень интересно неоценимую службу нашим маленьким делом потому что они чувствуют ткань языка перед ними действительно раскрывает языковое поле они понимают что духовная жизнь вот она здесь она вся прячется здесь нужно только обнажить эти корни ну конечно у каждого свой стиль и один филолог к этому расположен а другой может быть идет путем простого убеждения однако раз мы говорим сегодня о языке кажется нельзя игнорировать таких маленьких но очень важных открытий которые мы сами делаем буквально на каждом шагу занимаясь педагогикой назиданием разумлением педагогикой 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 педагоги я